В минувшую субботу Балакова превратился в город добра. Прогуляться по улицам добрых дел, добрых умений и добрых профессий смогли участники большого семейного праздника, который организовала компания Фосагра. Под крышей спортивного комплекса «Форум» она собрала своих друзей, организации, которым постоянно помогает. И даже здесь, на празднике, её сотрудники стремились творить добро. Мы представляем молодежный совет Фосагра. Мы собираем вещи для центра «Семья» и для перинатального центра Балакова. Вещи приносят различные, такие как средства гигиены для новорождённых, а также в центре «Семьи» приносят игрушки различные. А вот выездная лаборатория, где проводят зрелищные опыты ученики 25-й Фосагрошколы. Здесь все химичат. Не зря же над школой шествует компания Фосагра, поддерживая у ребят интерес к науке. На этой площадке на протяжении всего праздника было очень многолюдно. Детвора с изумлением наблюдала, как на белом листе бумаги проявляется таинственное послание и как прозрачная жидкость превращается в кашу. Масляный вулкан показываем, фараоновый змей у нас выползает из песка. Качественные реакции показываем, приготовляем для малышей компот, лимонад, кашу варим. А по соседству магию добра творят при помощи звука и песка. Здесь воспитанники центра «Шанс» буквально учатся говорить. Мы представляем песочную терапию и музыкотерапию, ритмику. Это барабаны джампа, бонга и гонга. Для чего они нужны? Ритма помогает детям, вплоть до того, что идет даже запуск речи. Пальчики работают, мелкая моторика. И, как говорят психологи, у нас речь на кончиках пальцев. Компания Фосагра традиционно помогает ребятам с особенностями развития. На средства химиков приобретается оборудование для обучения, проводится ремонт в кабинетах. А в Новый год добрыми волшебниками для воспитанников центра «Шанс» становятся участники еще одного социального проекта Фосагра «Дрозд». Они приглашают Деда Мороза и дарят ребятам подарки. У компании Фосагра очень много добрых проектов. Один из проектов – это «Дрозд». Заботит компания о будущей России. О будущей России – это наши с вами дети. При помощи этого проекта мы ежегодно проводим более ста соревнованных мероприятий, где пять тысяч детей участвуют. Множество проектов компании Фосагра реализуются с заботой о детях. И подрастающее поколение, равняясь на взрослых, тоже совершает добрые поступки, помогая окружающим. Я волонтер, я помогаю людям, участвую в различных мероприятиях как волонтер, помогаю животным. У меня один раз бабушка попросила, у нее сломалось телефон, она не понимала, как позвонить своей внучке. И я ей включила телефон и помогла ей, чтобы она дозвонилась. И еще один раз моя подруга помогла бабушке, которая забыла путь домой, помогла ее довезти до дома. Рассказывать о добрых делах необходимо. Так считают звездные гости города добра. Актриса и ведущая Илона Броневицкая говорила со зрителями о том, как важно заботиться о братьях наших меньших. Психолог Ирина Ковалева открывала секреты взаимоотношений взрослых и детей. А ведущая Первого канала Светлана Зейналова делилась советами, как сделать каждое утро приятным. Чашка кофе, любимая музыка и вкусный завтрак. Сделать утро бодрым просто, как и быть добрым. У нас так устроена психология, что мы не всегда замечаем, что кто-то что-то хорошее сделал. А чем мы больше про это рассказываем, тем больше людей хотят творить добро. Может быть, в масштабах вселенной мы не можем совершить подвиг, но в масштабах нашей с вами жизни можем. Просто помогая кому-то рядом с собой, совершая добрые дела. Ведь ничего вам не мешает, как в детстве мне говорили, перевезти бабушку через дорогу, да? Ничто нам не мешает посадить дерево, помочь кому-то припарковаться, придержать дверь, помочь женщине, позвонить соседям, спросить. Вы болеете, а вам не нужны жар понижающие? Могу принести совершенно безвозмездно, как говорится. Просто это же не тяжело. Нужно просто взять это за привычку и делать добро. Город Добра Фусагра посетили около 7 тысяч балаковцев, и каждый из них получил от праздника только положительные эмоции. Ребенку очень понравилось, столько разных конкурсов. Побывали на мастер-классы Светланы Зиналовой. Было очень интересно. Побольше бы таких праздников. Я думаю, дети все в восторге. Мне все понравилось. Я хочу все попробовать. Тут прямо прекрасно. Я пришла с тремя детьми, но дети, честно говоря, в восторге, потому что они могут оторваться от телефонов и просто здесь провести время, получить много эмоций. Сейчас вот они играют в шахматы. Мы сделали фотографии. То есть вообще это интересно. Еще и подарочки дарят. После такого праздника, кажется, Балакова стал добрее. Об этом говорят все граждане города Добра. Они признавались, что были очень впечатлены размахом социальной деятельности Фосагра. Компания, можно сказать, для очень многих стала примером. Щедрость и внимательность, и неравнодушие. Одним словом, доброты. Продолжение следует...